Всем привет! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по Москве. Вот это замечательное здание еще совсем недавно было на реставрации. И когда я снимала здесь в прошлый раз на Ильинке, оно было в лесах. Итак, мы с вами находимся на Ильинке и перед нами отреставрированный доходный дом Троицкого подворья. Адрес Ильинка, дом 5, дробь 2. Оно было возведено как доходный дом Троицкого подворья и вошло в число самых первых высоток среди городских строений. Это здание было выстроено в период между 1874 и 1876 годами под размещение здесь магазинов, контор и гостиничных номеров. Автором проекта стал Зодчий Петр Скоморошенко. Этот дом находится на Биржевой площади и был спроектирован в псевдорусской архитектурной стилистике. Вы видите, здесь много различных резных оконных наличников, карнизы с выступами, лепные украшения дополняют восьмиконечные звездочки. Притягивает взгляд отделка оконных проемов стреловидным арочным рисунком и резными закомарами. Удловая часть дома спроектирована в форме шестиэтажной башни с ротондой в завершении, что придает строению некоторую пышность, а также сделает его доминантой этого столичного уголка. На подворье проживали стряпчие Троицко-Сергиевы обители, почему и место изначально именовалось Стряпчевским домом. Помимо этого, в шестнадцатом столетии здесь стояли палаты в два уровня, выстроенные из камня. В них работали всевозможные лавки и конторы. Во дворе имелась и церквушка во имя живоначальной Троицы, демонтированного в 1787 году. В восемнадцатом столетии Троицкое подворье практически полностью арендовалось множеством торговцев, пока единственным нанимателем не стал представитель московского купечества Андрей Григорьевич Сысалин. При нем угловой части территории возвели каменное здание, два этажа с ротондой. В скорости там заработали трактирные учреждения и кофейни, а также отели с торговые места. Второй этаж отвели под съемные жилые комнаты. В дальнейшем здесь арендовали помещения, такие известные в Москве заведения, как магазинчик-нератарговца Александра Сергеевича Ширяева, водившего знакомство с самим Пушкиным. Магазин по продаже головных уборов, стужина, а также лавка мануфорктурных товаров Титова и другие. Местный трактир из-за своего близкого соседства с биржей-гостиным двором пользовался огромной популярностью у купеческого сословия не только из-за отменной местной кухни, но и из-за возможности вести здесь коммерческие переговоры в приватной обстановке. Шло время, здание разрушалось, да и его возможности уже не соответствовали тогдашним требованиям к торговым местам. Было решено перестроить здание. Только после благословения и разрешения от митрополита Иннокентия в 1874 году приступили к проектированию и строительству. Своими формами новое здание чем-то напоминало прежнее и в первую очередь наличие мудловой ротонды. Высота дома в высшей точке составила порядка 30 метров, что на момент строительства позволило дому стать высочайшим гражданским строением в Москве. Этот рекорд за зданием удерживался до 1905 года, пока у Красных ворот не возвели дом Афремова. Низовые уровни доходного дома Троицкого подворья, как и прежде, отдали под размещение конторских учреждений и магазинов. А на последних этажах заработала новая Троицкая гостиница. Не забыли отвезти место и под трактирное заведение, которое сначала разместилось на первом уровне ротонды, а со временем было перемещено в подвальное помещение под ней. После прихода к власти большевиков этот дом номер 5 по Иринке экспроприировали и вселили сюда различные государственные учреждения. А после распада Советского Союза здесь разместилась Торгово-промышленная палата Российской Федерации и офисы международного коммерческого арбитража, которые находятся здесь и сегодня. Ну вот и все, что я хотела вам сегодня показать и рассказать. Всем огромное спасибо за внимание. Я жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. А я желаю вам всего самого-самого доброго. И, конечно же, здоровья. До свидания, до встречи. Всем пока-пока.